Город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин. Волшебник изумрудного города – это история о дружбе, смелости и поддержке. В Самаре поставили спектакль по знаменитой повести Александра Волкова. Девочка Элли вместе с собакой Татошкой из-за урагана попадает в сказочную страну Оз. Чтобы вернуться домой, ей нужно сначала попасть к волшебнику Гудвину. В изумрудный город ведет дорога из желтых кирпичей. Эту дорогу олицетворяют в спектакле новые персонажи – солнечные волшебники. Это драматические персонажи, они как раз говорят Элли, а что нужно для того, чтобы дойти. Она спрашивает, как найти эту дорогу из желтого кирпича. Они говорят, пойдем с нами, мы тебе подскажем. Они ей говорят, что только добрые поступки, только открытая душа, только горячее сердце, только такой человек может пройти по дороге из желтого кирпича. Аксан Юлина имеет правильное подбирать вот эти сказки и находить главную идею и мысль. То есть это не просто спектакль, это некое повествование, может быть, какая-то история, которая вкладывается в детей и потом ведет в течение всей их жизни по всему жизнему пути. В постановке участвуют более сотни детей. На сцене объединились два коллектива – театральная студия «Серцала» и народный ансамбль эстрадного танца «Грация». У нас много образов, очень много возрастных категорий. К каждой группе, соответственно, возрасту подбирался образ, и мы его старались раскрыть. Показать детям, как это нужно, донести до них правильную мысль, чтобы они ее поняли и смогли ее зрителю показать. Вот это было непросто, но, мне кажется, мы справились. Спектакль наполнен спецэффектами, проекционными декорациями, фокусами и яркими костюмами. Герои сказки предстают перед зрителями в современных ярких костюмах. Я посмотрел фильм и прочитал книжку. У меня персонаж, он вначале загадочный представит, но после он становится веселым клоуном, очень добродушным дядьком, который всем помогает. Посмотрела за куклами, как они двигаются, чтобы найти пластику персонажа. Вообще персонаж очень глубокий. Я думаю, что это очень несчастный душит человек сам по себе, если можно его считать человеком. Вообще наша сказка о дружбе, о товариществе и о любви, наверное. Спектакль исполнили в день театра на сцене Дома культуры «Заря». Зрителями стали учащиеся самарских колледжей, поскольку тема исполнения мечты близка молодым людям, которые еще только находятся в поиске своего профессионального и жизненного пути. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова